Привет, народ! Добро пожаловать в наши посиделочки, место, где мы с вами продолжаем разбирать разные сериальчики. Сегодня говорим про периферийные устройства, пятый эпизод, который называется «Что насчет Боба?». Мы узнали, кто такой Боб. Ой, ну вообще классная серия. Акшена подвезли прям целым КамАЗом, выкинули на нас. Замечательно, замечательно. С боевками я пошел, поставил 10 баллов этой серии, потому что мне понравилось. Мне не было тут к чему-то особенно прицепиться. Эпизод прошел хорошо, интересно, познавательно даже в каких-то моментах. Так что, если вы смотрите этот сериал, а никто вместе с вами его не смотрит, вы пришли по адресу. Потому что дядя Вова не только разбирает сериал, основную какую-то сюжетную веточку, но и все детальки обсудим, разберем. Ну что, как всегда, пишу одним дублем. Если где-то что-то потерял, забыл, жду вас в комментариях. Также не забываем там подписаться, лайки, все дела. Вряд ли мы, конечно, до 25 тысяч добьем, но кто знает, вдруг случится чудо. Поехали. Эпизод начинается с колд опенинга, когда за один год до того, как Айлита пропала. Мы узнаем, тут все еще строится, продолжает строиться, но уже далеко и хорошо. Мы узнаем, помните, вот эта девушка, по-моему, это именно она, только с другой прической была, когда профессор Нолан пришла, доктор Нолан, и подлила ей в чай специального там, чтобы пчелы ее покусали. И мы узнаем, что они не просто подругами. Ну как бы уже в прошлом эпизоде, когда мы смотрели, когда там Нолан, доктор, обговаривала это, у меня уже тогда была мысля, что, скорее всего, они с Айлитой были не просто комнату делили. И мы узнаем, да, они таки были любовницами, и что-то случилось между ними такое, что как бы вот она бросила Айлиту, и это разбило ей сердце. Но Айлита, они работают в этом одном заведении, и Айлита узнала, что они проводят какие-то там испытания, и она знает, что вот эта вот вторая, у нее есть доступ к ней. Поэтому она, наверное, иначе бы она к ней не подошла, потому что, когда они в первый раз только встретились, когда эту взяли на работу, она даже сказала, даже не вздумай со мной разговаривать, и записку ей оставила. Они долго решали, что именно она там написала. Шучка или ранда. В общем, короче говоря, ну там, видать, расставание было как у двух Маш. Тоже не могут решить, кто же главный, самый виноватый. Но видно, что Айлита очень талантливая была, любовница, потому что это не смогла устоять. Не смогла устоять, и вроде муж, и двое детей, и все, но все равно в барчик потом пошли вместе. Мне так, знаете, понравилась формулировка, говорит, что я пошла к психотерапевту, который, ну там AI, это вот как компьютерный интеллект, наверное. Представьте, мы дойдем до момента, когда роботы будут выслушивать наши жалобы. Мне кажется, что почему восстание роботов произойдет, если мы из роботов тоже сделаем их такими кекс-слугами, как в мире Дикого Запада, или пулять по ним будем, они еще, наверное, будут терпеть. Но когда люди начнут приходить к ним и по часу вываливать на них свои жизненные проблемы, роботы не выдержат, тостеры восстанут и пойдут против людей. Потому что, не, ну представьте, вы пришли к роботу, робот сидит в кресле с записной книжечкой, да. А как ты думаешь, отношения с твоей матерью могли повлиять на твои нынешние отношения? И ты лежишь в диванчике и вот тут все рассказываешь. Ну, она говорит, что я пришла к выводу, что ты была хорошая-плохая девочка, а я была плохая-хорошая девочка. Не, ну вообще, конечно, мне это знакомо. Часто бывает такое, что вот человек на публике вроде такой хороший, правильный, а ему внутри хочется прикоснуться ко тьме. Прикоснуться, ну не в большом смысле не пойти там котят топить, а именно, знаете, выражение есть очень хорошее. В тихом омуте черти водятся, что вроде бы такая там порядочная семьянинка или семьянин, и там все такое. А внутри оторва, оторвай. И еще часто бывает такое, что, кстати, кто не знает эту тему, мы очень много там по-всякому обозреваем, разговариваем. У нас два чата в Телеграме есть. Один про кино, про жизнь, там фоточки, все дела. Если не знаете, в Телеграмчике уголок твистера заходите, ищите. И там, получается, под каждым постом я сейчас начинаю прикреплять ссылки на два чата. Один у нас вот это кино про жизнь, а второй у нас 18+. Мы там прям на очень многие взрослые темы говорим. Там можно даже такое увидеть, что по телевизору не показывают. И на YouTube-канале у нас просто так такого не увидишь. Но я о том, что вот есть в людях такое, что почему иногда срываются, вроде бы, хорошие семьянины, все. Но когда нет вот этого доверия, и один партнер, ему мало того, что есть, и он чувствует, что вокруг него стягивается петля, что он попал в какую-то ловушку, не каждого мустанга можно, допустим, объездить и заставить его стать просто на этой лошадью, которая будет Телегу возить или плух тянуть. Не каждый может, кто-то может с этим смириться. А в ком-то вот это вот свобода, желание быть где-то еще, заниматься чем-то еще, она присутствует, и никуда это не убрать. И мне кажется, очень важно, когда два партнера между собой, они обговаривают эти моменты, чтобы не было такого, что если ты решаешь с кем-то встречаться, и этот человек, ну, он может не создан для моногамии, или не создан только для миссионерских пост каких-то, или только за кекс, только по вторникам после 10 часов вечера, ты потеряешь этого человека. Ты можешь ставить ему какие угодно условия, ты можешь связать себя с детьми, можешь связать с домом, чем угодно. Но если ты пытаешься вот эту свободу придушить, этот человек от тебя сбежит рано или поздно. Ну, невозможно, там вот, ну, не всех возможно приручить. Поэтому нужно идти на какой-то компромисс. Кстати, я слышу себя, кто-то может сейчас прийти, сказать, дядя Вова, о чем ты говоришь, скрепы дрожат от того, что ты рассказываешь. Нет, вот это мое понимание, что есть очень много плохих, хороших мальчиков и плохих, хороших девочек, которые внутри, они хотят вот этого внутренний огонь выпускать. И если вы не сделаете так, что он может выпускать его с вами, то вы просто этого человека потеряете. И вам нужно принимать решение. Либо вы будете вот душить его никакой свободой, никаких фантазий внутри ваших отношений не будет. Это не обязательно, что нужно свободное отношение. Иди с кем хочешь, с тем и чпокайся. Нет. Но можно внутри создать такие отношения, чтобы там всегда был огонь, всегда было что-то новое. Не позволяйте вашим отношениям перейти в стадию обыденности. Как только такие люди... Есть люди, которым обыденности нужна. Вместе поужинали, вместе помыли посуду. Одни сделали с детьми уроки, другие там на кухне полочку прибили. И все. И вечерком посмотрели сериальчик. И в пижамочках, колпачках, на глазачки, в ушки, наушнички. И легли спадки вместе. Соседние гробы. И все. Кому-то такое подходит. Но если вы в разных темпераментах, услышьте меня сегодня. Не зря дядя Вова так много на эту тему сейчас говорит. Потому что я слышу все больше и больше проблем, что ой, вот это мой такой замечательный муж-семьянин был и ушел от меня. Что ему не хватало? Тебя, может, не хватало. Купи себе бельишко какое-нибудь симпатичное. Или мальчики тоже. Устройте, девочки, что-нибудь интересное. Ладно. Надеюсь, вы меня услышали. Но если что, захотите на наш 18+, там такого дядя Вова можно вагонами вывозить. Вагонами с арбузами. Чего у дядя Вова сегодня хорошее настроение? Потому что сегодня дядя Вова пойдет арбуз себе купит и будет праздновать. Кому? Так. Ну все. И она же там все типа как бы чуть... Нам рассказали еще очень важная деталь, почему она вот эти миниатюрки делает. Потому что, помните, у нее в лаборатории был такой этот... Вагонетка, домик, где Флинт живет. И нам объясняют, что она, когда делает вот эти вот фигурки и статуэтки, для нее это такое впечатление, как будто она может заглянуть в эти кукольные домики. Почему она делает? Что таким образом она пытается заглянуть в как бы вот в этого человека и понять его. Но мне кажется, тут дальше больше какой-то контроль. Представьте, у вас домик, город, там еще что-то. Человечки Лего. Кто в Лего играл в человечки? Дом строишь и там... Может быть где-то психолог бы задумался над вашими играми. И что именно вы делали со своими Лего-человечками в этом доме? Ну, вроде она так ее это обворожила. И та уже готова была. Ты меня поцелуешь? Удесно. Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. Но она все свернула к тому, что типа покажи мне свою лабораторию. Мне очень интересно посмотреть, что ты там делаешь. Как это все выглядит. И она ей рассказала именно, что это не симуляция. Что на самом деле в этом срезе они могут отправляться, наблюдать. И очень интересный такой момент. Именно когда они находились внутри среза. Где тут эта сцена? Внутри среза. Среза. Показали военных. И я так понимаю, что они говорят, мы отправили наши технологии для того, чтобы вселить солдат. И что мы отсюда можем манипулировать их чувствами. И там момент такой с песиком. Раненый песик, который на линии находится. Две стороны между собой. И что правильно сделать? Конечно же, песика избавить от мучения. И все. Но если повысить внутри эмпатию, то нам показывают, как один из солдат начинает бежать, чтобы спасти этого песика. И мне показалось, или же тот, кто побежал его спасать, это был Коннор. Тот, который лишился ножки и ручек. Нет, что он, ножик лишился и одной ручки. Или это какие-то другие солдаты были. Потому что тут все так размазано, было сложно понять. Но может быть это то, что и произошло. Как он пострадал. Ну в общем, интересно. И она говорит, ну как вы можете это делать? Они же живые люди. Это же живые люди. Пускай это срез. Пускай для этой временной линии это ничего не меняет. Мы возвращаемся опять к той сцене, когда Флинн сидела за столом вместе с Львом. И она говорит, вы так общаетесь, как будто бы я не настоящая. А он ее спрашивает, а мы для тебя настоящие? Насколько мы для тебя реальны? И вот тоже. Смотрите. Может помните, был такой фильм, назывался или кнопка, или чемоданчик. Что-то такое. Или выключатель, переключатель. Сюжет состоял в том, что тебе приносили чемодан с кнопочкой. И тебе говорили, что вот у тебя есть определенное время. Если ты нажмешь на эту кнопку, кто-то где-то умирает. И ты получаешь миллион долларов. Но ты не знаешь этого человека. Это никто из твоих близких. Но когда ты нажимаешь эту кнопку, кто-то умрет. И тут такой вопрос. И там на протяжении этого фильма вот такая тема поднималась. Если ты не знаешь кого-то, но ты знаешь, что этот человек реальный, сможешь ли ты ради миллиона долларов нажать на эту кнопку? Как ты можешь жить потом с таким решением? Кстати, вопрос с решением мы тоже сейчас подальше поговорим. Про когда Флинн и Вильф будут разговаривать. Мы поговорим на эту тему. Но вот знание, что это живые люди где-то. И ты принимаешь решение. Направляешь туда или там, я не знаю, чтобы было более понятно. Вот как могут вылетать, допустим, на какую-то операцию? Те же самые бомбировщики. Я не говорю сейчас. Бомбировщики разные бывают. Там бомбили и Америка бомбила. Было дело, бомбили. Но когда ты вылетаешь, или ты отправляешь какой-то дрон, или отправляешь еще что-то, ты сидишь за пультом управления. Ты не знаешь этих людей. Ты не видишь их лицом, вот лицо в лицо. Ты, может быть, не нажимаешь курок и не видишь вот это, когда попадает пуля в тебя, а все это выстрелит. Для тебя это почти как компьютерная игра. Или ты сидишь в кресле, где ты просто нажимаешь кнопочку. Мне интересно, все летчики в таких вот этих, у них есть вот это чувство, что нажатием кнопки они лишают жизни реальных людей. или же для них, ну, это не потому, как они не чувствуют запаха крови, они не чувствуют запаха страха, не видят вот этого испуга в глазах, не нужно лицо видеть того, кто, может быть, будет приходить тебе в снах потом. Сделать ли это проще? И вот здесь точно так же. Аэлита говорит, как вы можете это делать? Они же там живые люди. Но для них, для ученых этого центра, это просто определенный срез в истории, который никак не повлияет на их временную линию. Для них это просто исследование. Они исследуют все на свете. И животных, и поведение, и раскопки. Ну, все-все-все. Кстати, интересная тоже отрасль. Можно вот в этом, в разных срезах, отправлять людей копать, искать полезные ископаемые. Там они проходят жизни, годы, да, пока они найдут что-то. И когда где-то там что-то нашли, ты знаешь, в своей временной ветке, тебе не нужно тратить время, людей, ресурсы, для того, чтобы копать в это. В разных местах. Ты можешь просто идти и копать там, где ты точно знаешь, находится полезное ископаемое какое-то. Вообще, конечно, вот тема с вот этим срезом, насколько из нее можно вытаскивать деньги. Мы даже слышали в прошлом эпизоде, Лев рассказывал о том, что на этих срезах можно проводить опыты медикаментские. Там проверить, какой препарат работает, какой не работает. Им-то все равно эти люди в другом срезе, другой временной линии. Ой, 20 минут, а мы все еще в этом сидим с вами. Ну, момент, конечно, когда они выходили, их застукала охранница, она похожа. Но, если вы помните, это та самая мадама, которую соблазняла Флинн в теле своего брата, да? И с которой потом глазки повыковыривали. И тут был такой момент прикольный, что она говорит, ты можешь написать заявление, все, но только напиши свое имя, чтобы я знала, кого потом поблагодарить. Мне так понравилось. А Элита потом в конце хотела сказать, что у вас совершенно невероятные глаза. Я бы убила вас за такие. И тут, ну, такая вот себе отсылочка. Мы же знаем, что эти глазки потом достанутся для того, чтобы открыть, открыть доступ в эту лабораторию. Ну, круто. Ну, все тут заставочка. Теперь мы узнаем про вот этого Тон Боб, да? Боб. Что он бывший ассасин, такой убивашка. Оставил после себя след крутой. Ему присылают вот это оружие, вызванивает ему прислужник доктора Нуланда. И тоже деньги перечислили. И все. И сказал, что если вдруг ты не сделаешь это, у нас есть запасной вариант, но начнет он с вашей дочери. Ну, как бы тут мотивация вообще конкретная. Ну, это такой себе, знаете, Джеймс Борн на этом. Джеймс Борн? Борн? Борн, по-моему. На этих. На пенсии. И сцена, конечно, в боулинге крутая. Вроде бы такие уже дедушки подстарковатые немножечко, но все равно еще порох в пороховницах есть. И смотрите, момент еще, какой мне здесь понравился, то, что они друг друга знают. И говорит, ты был для меня почти как брат. А потом пих-пах, ой-ой-ой. И всех, и его, и его сыновей всех укохошил. Вообще, жесть, да? И получил же задание. Но там с сыном, я не буду показывать эти кадры, чтобы мне из ютуба не прилетело. Но там, когда пацан, один из этих трех сыновей пришел, и он его пушкой из Соника ударил, и говорит, ради памяти твоего отца я тебе даю шанс. Если сейчас я вот завожу машину и поеду вперед, я даю тебе шанс. Если отползешь в сторону, будешь жить. А нет, то нет. Тут говорит, ну, у меня аж ножки не работают. Это как в том анекдоте, знаете, да? Старый добрый анекдот. Ну, не добрый, но старый. Мама на телефоне. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А у нее мальчик лежит, сынок, без ножек. А там на столе шоколадка. Он говорит, мама, мама, я хочу шоколадку. А мама на телефоне. Говорит, мама, ну, дай мне шоколадку. Она говорит, пойди, встань и возьми. И она опять ля-ля-ля-ля. Она говорит, мама, ну, у меня же нет ножек. Она, нет ножек, нет и шоколадки. И опять ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, в общем, короче говоря, вот точно так же. Чёрный юмор, да, простите. Ну, в общем, короче говоря, точно так же. Ведь я же не могу ползти, у меня ножки не работают. Ну, говорит, нет ножек. И всё, и переехал его. Ой, деньги-то получил и уехал. Теперь мы немножко больше узнаём про Джаспера, его жену, подружку Флинн. Что, ну, реально хорошие ребята. Хорошие ребята. Что они испорчены. Что он не собирается никого, никого для дяди там укокошивать. Да, но всё равно его жена такая говорит, ну, блин, ты же брал деньги, ты же должен понимать, что за это тебя что-то спросят. Конечно, вот там пачка. Если кому-то интересно, в каждой пачке по 100 купюр находится. И там 100-долларовые купюры, значит, в одной этой пачке находится 10 тысяч. Ну, мы видим, в каких условиях они живут. И она там подрабатывает у себя в телефончике работы, на которые нужно ехать, заниматься. И, естественно, 10 тысяч на дороге не валяются. Она оставила его и уехала. Но решили деньги оставить. Но хотя бы понимает, что за эти денежки потом придётся с дядей, он что-то да попросит взамен. Теперь мы видим, что вычислили, что именно у Флинн. Что какая-то бактерия. И мне кажется, может, опять-таки, я буду прокачивать эту теорию до последнего. Потому что, смотрите, когда Флинн потом встречается с доктором Нуланд, она говорит, ты забрала у нас какую-то информацию. И мне кажется, вот эта бактерия, которая сформировалась у неё через глаз, когда она смотрела. Говорят, что эта бактерия поселилась и влияет на твой глаз. Я более чем уверен, что в этой лаборатории, вот эта, как, роспись бога, да, называется, God's Font, шрифт бога. Когда она посмотрела в этот луч, оно записало ей информацию на этот глаз, или глазной нерв. Может, я не знаю, как это работает. Может, смотрите, наши ДНК, они же, по сути, они переносят информацию. Когда, допустим, посмотреть, даже вот я на своих детей смотрю, да, насколько крутая вещь генетика. Я смотрю, допустим, у Линки моя улыбка. Где-то какие-то, какое-то поведение такое, что они же с мамой мало общаются, да. Но какие-то моменты я улавливаю такие, которые, я помню, были у Натальи Павловны, да. Какие-то вот вещи я смотрю от моего отца, хотя они уже давным-давно с бабушкой, они тоже мало общаются. Но какие-то моменты я выхватываю. Я когда смотрю на детей, какие-то свои такие вот повадки я замечаю, или решения какие-то. Потому что одно дело, конечно, дети смотрят на родителей, они подражают, вот это мимикрация, мимику снимают и воспроизводят. Но есть вещи, которые ты, ну, не можешь ты спародировать, скажем так. И насколько круто иногда смотришь на детей, и ты можешь сказать, блин, ты так похож там на своего отца или на мать, насколько круто вот передается вот эта информация, да. И это только маленькая часть. Мы же не знаем до конца, сколько именно генетической информации у нас вот в этом ДНК передается. И это ж биологически, это ж не флешка какая-то с этими, с нашими хромосомами, там, со всеми делами. Это железного, как этот, жесткого диска нет у нас в голове, где-то в одним дублем, железный, жесткий, господи. Но это ж отчасти биология. И почему не может данные, которые она скачала с этого, за которыми охотится доктор Нуланд, не были какими-то клетками биологическими, белковыми соединениями, которые теперь как бактерии сидят у нее на глазу. Ну почему такого не может быть? У нас фантастика. В принципе, такое очень даже может быть. Ладно. Ну тут невеста этого шерифа помогает докопаться спину. Жидкость будет страшно, конечно, все это. И с этим Бобом тоже очень интересный такой момент. Он позвонил своей дочери, потому что, если может, прослушивают линию, да, он такой говорит, что это ваша страховая компания позвонила, к сожалению, нам нужно расстаться, мы закрываем наш бизнес. Ну тут момент такой, конечно, я даже прочувствовался с его дочерью. Она говорит, пап, ну там, я беременна. И он говорит, желаю вам всего самого наилучшего, потому что он понимает, что, может быть, он даже живым из этой истории не выйдет. Классный момент. Подруга до этого была какая-то вот, не пришей кобыле, хвост какая-то. А вот в этом эпизоде она раскрылась, что она и знает, как этот отремонтировать. И, наверное, такая девушка-феминистка где-то. Сильные женщины. Кого пугают сильные женщины? Меня не пугают. И вообще, у нас настолько шуток есть на эту тему, что... Что бы делали, если бы это... Почему геям нельзя обижать лесбиянок? Да потому что никто не сможет прийти и поменять им масло в машине. В общем, это такая стереотипная шуточка, но тем не менее. Ну, просто, ну, она не лесбянка, но очень сильная такая женщина, которая говорит, вы думаете, что женщина не может вам прийти отремонтировать движок? И ее прям это задело. Она уехать не смогла. Пришла, говорит, дед, дай, я тебе переберу двигатель. Дай. Дайте мне свой двигатель. Иди ко мне, мальчик. Ну, короче говоря, но она заподозрила, что что-то не то. Ну, и сцена здесь тоже была. Суперская. Тут такой Дед Терминатор. С бронежилетом. Еще таким классным бронежилетом. Два раза из дробовика или из... Что там она ему в грудь прилетела. И все равно... Все равно еще шевелился. Но отдали его полицейскому. Посадили полицейский... Полицейский его посадил в наручники. В этот... В машину. И... И тоже начинает раскрываться сцена. Теперь понятно, кому сколько лет. Потому что полицейскому 28. Он на два года старше Флинн. Значит, Флинн 26. И он говорит, мы в первый раз с тобой позна... Я говорит, запомнил тебя в школе, когда ты в первом классе украла червяков из класса пятиклашек, из биологической лаборатории и выпустила их всех в этот... В лес. Пихи эти червячки. Она их выбросила. А там птички, наверное, с удовольствием этих червячков покушали. Ну, тут это, конечно, такой вопрос. Можно ли проведить опыты над червяками? А где останавливаться? Кто-то над морскими свинками. Кто-то над мартышками. А кто-то над собачками и кошечками. Где мы проводим эту линию? Почему нам кажется, что... Ну, над червяками опыты проводить можно. Не страшно. А живых котиков резать? Вы что? Вы что? Песиков? Вообще капец какой-то. Ну, а вот где эта линия? Где эта линия? Над какими животными можно проводить опыт, а над какими нельзя? Я, конечно, не гринписовец, но мне животных жалко. Я прекрасно понимаю, что для того, чтобы наука двигалась вперед, допустим, анатомию учили по телам свежие кадабры. Кто только-только скончался, над ними проводили опыт, вскрытие. Таким образом изучали органы. В свое время это вообще считалось какое-то колдовство и магией, ведьма, спалить. Но я прекрасно понимаю, что иногда нужно проводить опыты над какими-то живыми организмами для того, чтобы посмотреть, как влияет та или иная бактерия, та или иная какое-то лекарство, прежде чем начинать проводить опыты над добровольцами. Очень такая вот щепетильная тема. Вот смотрите, вы пришли к дяде Вове, думали, мы сейчас тут будем вот только периферийные устройства, только техника, только хардкор. А что дядя Вова с вами сегодня поговорил? И про взаимоотношения, и про опыты над животными. Кто-то может про этих червяков, ну послушал оно и все. Кто еще с вами поговорит на такие интересные общие темы? Если вы не поставите мне лайки, не напишите комментарий, я вообще обижусь на вас, честно. А на кого не обижусь? Я не обижусь вот на моих золотых замечательных спонсоров, которые поддерживают мой канал копеечкой. Спасибо большое, что не забываете меня. Что если бы я был червячком, вы бы меня тоже выпустили бы на свободу. Спасибо большое. Благодарствую у нас, спонсоры добавляются. Я-то думал, у нас Игра Престолов закончилась, Дом Драконов. Сейчас все поразбегаются. Нет, спасибо. Мастеру Ключа тоже отдельная благодарность. Спасибо большое за денежку. Спасибо. Поддерживайте канал. И подписчики добавляются не так быстро, но добавляются. Ладно. Погнали дальше. Но она не смогла ему рассказать, что, к чему и почему. Потому что и так уже тут всем эту правду рассказывают, шокируют про будущее. Но в первую очередь они не хотят ему рассказывать, потому что не хотят втягивать его в проблему. Потому что он вроде бы друг, но в то же самое время он же и полицейский. Но, а он-то с собакой им тоже не рассказал, что он нашел машину невидимую. И когда он смотрит на вот этот пистолет, она говорит, на который сониковский, да? Она говорит, это похоже на что-то такое из будущего. И он такой, да-да, именно из будущего. Так что, в принципе, если он сам до этого всего не додумается, не докопается, грошится на такому полицейскому. Ладно. Это завезла их домой. И тоже очень интересный такой момент, что объясняет, говорит, что Джаспер никогда ничего плохого вам не сделает. И Флинн пытается это брату тоже растолковать. Но прикольный момент, что им пришлось все рассказать матери. Потому что мать пошла, уже все. До этого лежала больная. Сейчас все, и зрение вернулось. И пошла, телаж нашла, который закопали. И мать, кстати, очень умная женщина. Не просто какую-то... Вот что мне нравится, что персонажей здесь раскрывают. Что они не просто какие-то ширмы для... Потому что вот нам нужно иметь кого-то в кадре. Каждый персонаж, он как какая-то часть пазла. И мне настолько понравилось, что мать именно разжевывает им. Что, типа, мы-то думали, у нас Флинн такая умная, Бертон. Вот их взаимоотношения, это помогает держать баланс. А мать их просто размазала, как паштет по хлебу. Тема про пожрать, здравствуйте. Что у вас нет никакого контроля. Да, сегодня они присылают вам деньги, чтобы платить мафиознику, чтобы он вас не трогал. Да, сегодня они присылают медикаменты. А что будет завтра? Завтра эти люди из будущего уедут в прекрасное далеко, не будь-ка мне жестоко. И все. А что мы будем делать здесь? И она приводит интересный пример тоже из прошлого. Да, там один из родственников, ему пришлось сбежать. Потому что там какие-то кредиторы, видать, ракетиры. Этот долг хотели выбить. Ну все. И мне столько это понравилось. И Флинн понимает, что да, ей нужно идти и разговаривать, и решать вопросы. Потому что она говорит, I'm a sitting duck. Sitting duck это выражение подсадная утка. На русском языке тоже есть такое. Подсадная утка. Она говорит, я как подсадная утка. Это ж не последний человек, который пришел для того, чтобы меня мочкануть. Этих киллеров сколько в мире найдется, столько всех и отправят. А денег там хоть жопой жуй в будущем. По 2,5 миллиона присылают и пересылают, пересылают и пересылают. Кто знает, что будет дальше. Ну, она это опять взломали. Хакерские пришла с этим, разговорились. Обсудили, что эту тему с романтиком, который появился. Нежданно, негаданно. Но вроде как он не собирался навязываться. Что эти чувства появились сами. Нежданно, негаданно. Прикольный момент вот тоже с этим полицейским в машине. Он заинтригован. Ему интересно. И знаете, мне даже показалось, что этот мафиозник нисколько просил отпустить его за 2 миллиона 500. Может быть, он понимает, что он теперь не выполнил задачу, значит за ним придут. И кто знает, как придут и что с ним сделать. Может, он даже хотел попросить этого полицейского, чтобы он, может, нисколько его отпустил, а прикончил быстро. Потому что если бы он взял его, ввел в систему, начал проверку, вышли бы на этого дедугана, вышли бы, убрали бы полицейского. Дедугану за то, что он рассказал и подставил. Нашли бы его дочку. И с дочкой бы тоже что-то. Смотрите, почему я вот думаю, почему дед скорее хотел бы, чтобы его полицейский кокнул прямо там в машине. Нам не проговорили это. Он готов был отдать ему 2,5 миллиона долларов. И что Боб ценит на данный момент больше всего? Он ценит свою дочь. Мы это увидели, мы это поняли. И еще узнали, что дочь беременна. Пускай он киллер, да? Но при всем при этом он киллер, который любит свою дочь. Нам это показали. И мне кажется, чтобы ему не сделали плохо. А так, дед мертв, ну все. Из будущего, ну, шел там теперь к дочке приколупываться. А так, если дед остался живой и где-то убежал, то скорее всего, чтобы ему отплатить, что вот он плохо выполнил работу, избавиться от дочки. Так что, по крайней мере, мне так показалось. Пишите в комментариях, если вы поняли этот момент по-другому. Но мне кажется, что он в этот момент пытался полицейского раскрутить на то, чтобы вот сделали так, что он пытался убежать. И полицейский его просто прихлопнул. Ну, не знаю. По крайней мере, так интереснее. Так интереснее, потому что это такая была банальщина, если бы киллер просил, вот у тебя два с половиной миллиона долларов даю, а ты меня отпусти. Я сейчас с лесами сейчас побегу, буду где-то прятаться, а потом спасать дочери. Но и тут в полицейскую машину влетела опять машина-невидимка. И что мы увидели? Нам специально показали бутсы такие. очень необычные бутсы с таким дизайном. Скорее всего, это каким-то образом потом всплывет. Показывали нам эти бутсы раньше? Кто на этой машине-невидимке? Или же мы потом, позже, по этим бутсам сможем вычислить, кто именно это был? У меня такой вопрос. Был, есть ли такие бутсы у этого? У Питера Абарнати, главного мафиозника этой деревни. У него такие бутсы были? Но у него вроде машины из будущего невидимой не было. Может, это какой-то новый персонаж нам добавляется? Ладно, будем ждать, но чеховские башмаки нам уже показали. В общем, будем теперь о них помнить. И деда утащили. Полицейского не добивали, а деда утащили. И он услышал, как машина... Он слышит уезжающую машину, но не видит. А, естественно, он уже знает, как эти машины выглядят. Теперь, возвращаясь к теме выбора, как жить после этого. Что хочет сделать Флин? Она хочет прийти и показать, что она не боится. Хочет, чтобы доктор Нуланд поняла, что... Почувствовала, каково это быть, когда охотятся за тобой. Но почему Вильф против этого? Потому что, оказывается, когда его отправили, вот эти приемные родители отправили в школу для мальчиков, на эту школу напали вот эти вот олигархи. И чтобы как бы богатые другие родители, которые были против... Олигархиата, чтобы прикрыть им немножко ротики. Но он смог забрать разделочный нож, которым мяско режут, и убил главаря и четырех людей. И при этом он сделал это хладнокровно. Это тоже нам раскрывает этого персонажа. Потому что мы как бы видим его, ну, какой-то, знаете, айтишник, который занимается периферийными устройствами. А оказывается, он такой с перчиком внутри. Возможно, может и ручки замарать, и не будет себя плохо чувствовать. Вот он говорит, его проблема, чтобы Флинн не чувствовала себя потом плохо. Неважно, что она сделает. Замечательная вот эта сцена, когда она встретилась с доктором Нуланда. Мы узнаем, что профессорша, она тоже находится внутри периферийного устройства. Тоже находится внутри вот этого робота. Она где-то на самом деле отдельно. А тут у меня теперь такой вопрос. А как на самом деле выглядит доктор Нулан? Может, это толстый мужик с маленьким креном, которому нравится одеваться и ходить вот это вот эксцентрично. Таким образом, это объяснит эксцентричность доктора Нуланд, которая где-то в каких-то местах переигрывает. Ну, или может быть она... Это было бы, конечно, очень скучно. Очень скучно, если доктор Нуланд, где там она сидит в каком-то бункере, и она управляет вот аватаром, который абсолютно похож, как она один к одному. Ну, неинтересно это будет. Я хочу, чтобы это была либо какая-нибудь старуха, либо это какой-то мужик был. Ну, не знаю. Вот хочу, чтобы мы узнали, что доктор Нуланд, она пользуется периферийными устройствами. Ну что, мы видели, что Флинн была в теле Бертона до этого. И мне кажется, это был бы замечательный Флинн тушами, что в какой-то момент, может даже под конец сезона, когда Флинн найдет лабораторию, какую-то там главную или гнездо, где-то доктор Нуланд обитает, и придет, и там будут люди разбегаться в панике, а она будет идти, идти искать ее, придет, а там будет пустое кресло, и только это, шлем, которым управлять. И она будет думать, а где, где? И нам потом покажут, какой-нибудь мужик заходит в машину, посмотрел на здание, и ползбался коварно, закрыл двери и уехал. И мы все такие, так вот это был доктор Нуланд, а Джексон, оказывается, женщина? Это кто смотрел фильм 3 плюс 2? Ну не знаю, но момент прикольный, и тут тоже такой, немножко Mortal Kombat нам показали, как они сражались. И еще интересный такой момент, блин, хотел обговорить, надвигается темнота, а, точка, точка опоры, во, это вообще классный момент. Перед тем, как ее придушить, она ей сказала свернуть шею. Она ей сказала, я нашла точку. Вы знаете, к чему это вообще отсылка? Это кто это из древних греков? Архимед сказал, да, дайте мне тучку опоры, и я переверну мир. Где тут? Google я сейчас отдельно. Дайте мне, дайте мне точку опоры. Кто это сказал? Архимед, да. Что дайте мне точку опоры, и я сдвигну, переверну землю. И тут вот она говорит, что это один из его законов, что можно, если найти точку, то можно благодаря рычагу что-то подвинуть, если в правильном месте поставить. И вот, вот это было сказано, кто-то может прохлопал ушками, но дядя Вова оргазм получил от этого, что я нашла точку опоры, и теперь я весь ваш мир и дрени матери перевернул, и шейку сломала. Кто услышал? Кто услышал про точку опоры и понял, к чему это была отсылочка? Кто понял? Молодцы. А кто не понял, скажите дяде Вове спасибо. Все. Вроде бы, да, на этом эпизод закончился, там дальше тизер мы смотреть с вами не будем, обозревать не будем, подождем до следующей недели. Это уже у нас была какая серия? Мы с вами посмотрели пятая. У нас еще три серии, мы будем смотреть еще до 2 декабря. Все. Надеюсь, эпизод вам понравился, надеюсь, обзорчик вам понравился. Жду вас в комментариях, как всегда. Ну, а на этом мой обзор и разбор дозор окончен. Всего вам хорошего. Пока. Еще одно объявление. Для тех, кто размовляет украинскую мову у меня еще есть другой канал, который называется Куточок дяди Вови, если можете пошукать. И завтра, у суботу, там Эль Гато знов прийде до меня у гостей. И мы суботни посиденьки проведемо на моем другом канале, где мы будем разговаривать государственную мову. Потому что дядя Вови в меня украинская не така добра, но мне попрактиковать нужно. Поэтому до меня завтра прийде звичайный час. Как вы знаете, полюбляете 19-та година по Киеву, приходьте на моем другом канале Куточок дяди Вови. Там будем завтра проводить стрим с Эль Гато. Все. Чекаю вас. Ну а теперь точно всем всего хорошего. Пока-пока.